Чаще всего на минувшей неделе жители Одинцовского района на портале Доброделы в социальных сетях жаловались на состояние дворов и территорий общего пользования. Активнее всего были представители Трехгорки и Восьмого микрорайона. В том, что их претензии обоснованы, глава муниципалитета Андрей Иванов убедился лично во время велосипедной прогулки. Такое ощущение, что это не город Одинцов, даже не Одинцовский район. Территория жестко застряла в 90-х годах. Это видно и по станции, и по станции ежедорожные, то, что происходит вокруг станции. И неубранная территория, и брошенная стоянка, и хаотично расположены павильоны, и какие-то уродливые рекламные конструкции, вывески. Мусор на дворовых территориях, неухоженность зеленых зон, хаотичная торговля и детские площадки. Образец того, как они не должны выглядеть. Андрей Иванов в течение двух часов ездил с представителями Одинцовских соцсетей по проблемным точкам Восьмого микрорайона. По итогам посещения Восьмого микрорайона, безусловно, большой протокол и большое количество поручений. Хочу сказать, Александр Беоргиевич, и вам, и вашей администрации, что так в Восьмом микрорайоне больше продолжаться не будет. И предлагаю вам назначить туда ответственного оператора. Еще раз с нами был представитель МГУ, как и Пусть Беоргиев, Ряислав Юрьевич, у нас конкурирует эту территорию. И будем жестко отслеживать те изменения, которые можно произвести на этой территории, без, как я подчеркнул, пока глобальных финансовых положений и ресурсов. Если ответы на жалобы жителей в соцсетях появляются, как правило, своевременно, то на Доброделе все еще бывают просрочки. Лидер антирейтинга – Никольское поселение. На каждое пятое сообщение на портале в местной администрации ответили не вовремя. Одно из них касалось несанкционированной свалки в деревне Шарапова. Ответ на него жителям пришлось ждать около двух недель. Мы разговаривали с Владимиром Ивановичем Бессоновым, в принципе он обещал, это контейнерные площадки, он обещал выездить. Поэтому мы ждали этого совещания. Действительно, просрочка есть. Две недели вы ждали какого-то совещания. Вы, давайте, там определяете, если вы не хотите работать, вы никого не держите и не заставляете. Если хотите работать, то это надо убирать за два дня максимум. И не попадайте в какие-то простые зоны. Не морочить нам головы, не рассказывать про каких-то подрядчиков. Есть КХБ, есть правильная ЖКХ, есть военные, есть на вашем поселении та же ТЭКО-сервис, которая, насколько я знаю, всегда реагирует на ваши просьбы. Было бы желание. Но не только негативные сообщения оставляли жители муниципалитета в социальных сетях. С радостью пользователи встретили новость о сохранении детской площадки у волейбольного центра и появлении карусели в центре Одинцова. Глава муниципалитета еще раз обратила внимание руководителей поселений на то, что многих жалоб можно было бы избежать. Потому что для устранения их причин необходим только хозяйский подход к территории. При этом значительные финансовые средства не требуются. Продолжение следует...